всем привет отыкающего андрея полусонного время 8 утра на прошлой неделе ничего особо не снимала потому что мы сидели дома день был однообразный вечером выходили гулять ничего толком не происходило интересного поэтому сняла вам только одно короткое видео на этой неделе посмотрим буду снимать если будет ничего интересного также наверное не буду выкладывать потому что наверное нет смысла может какие-то разговорные видео что тимоша будут что-нибудь рассказывать меня уже в планах есть что снять вот и надо просто собраться силами и это снять потому что даже у мамы тоже жарко жарковато снимать ничего не хочется да андрюшка ага большой кошки проснуться котенок купила юре ролики он если помните зимой катался на коньках тут ему решил купить ролики потому что у всех его друзей есть а у него нету ну и как-то он тоже хочет кататься поэтому вот сегодня будет пробовать что он один рождень чего не другое купим что и тебе купим женечку давай как на коньках это желтый а где синий где синий это оранжевый оранжевый да а синий как небо синий как небо посмотри на небо небо какого цвета небо какого цвета синий где синий ну как небо вот он синий как небо видишь как небо синий а это как трава зеленый трава зеленая трава да это трава трава синий как небо да как вода как море море вот красиво море знаешь как надо рисовать волны рисовать вот так вот оранжевый синий жизнь так не махает он тебя царапает поймал пониже опусти по полу воде по полу женщина по полу воде вот вот по полу да вот поймал сейчас в тебя отлетит тимоша зацепился отпускай тимоша никак не отпускает опа хорошо стену улетела не в тебя так на тебя прыгнет будешь так делать поймал какой классный вариант я купила вот такой вот кенгуру рюкзак для андрюшки сегодня мы второй день его пробуем дома носить с ним гораздо удобнее чем в той слинг майке которую покупала я еще для жени но так и не носила в этом рюкзаке даже поудобнее руки свободны не нужно переживать что он вывалится и голову его поддерживать потому что она вот держится в принципе нормально но ему еще не комфортно он ворчит немножко ну так в принципе сидит хорошо вроде нормально ну посмотрим сейчас он еще дом дома поношу чтобы он привык тогда уже можно будет одевать потом и на улицу это вот гораздо удобнее чем куда-то выйти в магазин на пять минут с коляской я буду его сюда сажать и выходить и это просто супер вот такой вот у меня рюкзак надо будет его еще немножко подтянуть отрегулировать чтобы удобнее было но с этим я еще разберусь ну че делаешь зачем ты бумаг положил минус юра я решила попробовать себе черный цвет покрасилась пока тоникой и на самом деле вот на камере не видно что он зеленый а при свете зеленоватые волосы из-за того что везде разные участки где-то выгоревшие где-то не прокрашенные чуть-чуть где-то цвет потемнее где-то посветлее поэтому получилось такое пятнами это тоника она смоется поэтому не сильно переживаю немножко похожу зеленый пока не смоется ничего страшного новый опыт но если понравится ходить с такими черными волосами то могу потом покрасить просто краской и не будет таких зеленых отливов как сейчас не знаю видно это на камере или нет но в жизни они вот чуть-чуть зеленоват особенно вот здесь вот где выгоревшие волосы прям зелененькие необычно как считаете подойдет и черные волосы не светлые от именно черные я думаю да все возле дома стали жать шашлык женек помогает андрюха лежит юра катается на роликах не женек она наверно мокрая надо сухие то что сухое да они мокрые не влажные брать да вот такие вот а я с мокрыми волосами казалось черный а на деле зеленоватая прям вот не прокрашено видно и зеленое ладно она смоется потом тогда куплю нормальную краску покрашу какая-то зеленая издали вообще как будто немножко седая странно смотрится ну ладно можно и так походить для разнообразия андрюшка теперь подолгу может играть с игрушками разглядывать их улыбаться что-то им говорить зеркальце смотрится ему тоже очень нравится веселит его также начал часто проситься на ручки чтобы его поносили мир показали когда он устает просто лежать игрушки надоедают что взрослеет паренек взрослеет сколько он ростом и весит я еще не знаю схожу только на следующей неделе там за 1 прививочку сделаем поэтому пока не могу сказать но предположительно верно уже пять с половиной где-то 62 сантиметра потому что вот эта вот одежда ему уже мало она нужно все маленькая о как весело даже поймал ручкой вот так вот лежит играется маленький человечек купила вот такой контейнер для смеси очень удобный чтобы не таскать с собой вот эти вот на застежках потому что просыпаться могут и вообще неудобно вот он с ложечкой специальный так вот открывается стан спается смесь набираешь сбрасываешь остатки и высыпать бутылочку очень удобно и хорошее приспособление купил на вал берись потому что надоело таскать с собой вот эти вот упаковки это очень неудобно а этот контейнер можно взять с собой если куда-то ехать так вот его закрыть и он не просыпется никак удобненько и легко все цело также потом когда закончится смесь то есть не надо бы туши кормить можно сюда класть какую-нибудь еду например можно фрукты сухофрукты каши и брать с собой куда-нибудь поездку что тоже думаю очень удобно потом тоже найду ему какое-нибудь применение хорошее детям и себе купила витаминки себе купила магний b6 для успокоения для нервов для хорошего сна потому что мне кажется нужно мне его попить чтобы быть более спокойный уравновешенный с тремя детьми это самая необходимая вещь а детям купила омегу-3 с глицином чтобы они были немножко поспокойнее и умнее скажем так здесь составе только рыбий жир ну и соответственно красители из чего сделаны эти капсулки капсулки очень невкусные я сама уже попробовала юра их запивает то есть глотает женьку я просто выдавливаю в ложечку содержимое этой капсулки и даю потому что так у нас есть вообще не хочет он выплевывает плюется кидается только такой выход из положения деткам тоже надо витамины покупать потому что в современном мире вся та еда которую мы едим она не натурально на все ровно выращена непонятно где непонятно с чем непонятно как поэтому искусственные витамины тоже искусственные но витамины а еще мы снова начнем ходить к логопеду она вышла из отпуска мы с ней уже договорились и женек снова будет лететь будет немножко неудобно с андреем на руках заниматься еще не представляю как это будет нужно первое занятие я пойду без него муж будет с ним машине женском пойдем одни она последующие наверное придется уже брать его с собой как-то будет происходить не представляю но логопед женьку нужен чтобы он научился нормально говорить и выражать свои эмоции потому что из того что он не может нормально выразить свою эмоцию что он хочет не может сказать свои потребности он очень сильно психует вот раздражает его это огорчает он становится довольно таки грубым я вот сейчас вижу последние дни он прям какой-то сам не свой постоянно бьет юру постоянно с ним на распорить ругаться не знаю проявление или этого кризиса до сих пор потому что у него периодически возникают такие состояния я не понимаю с чем они связаны это очень тяжело поэтому надеюсь все таки логопед ему поможет он заговорить в скором времени все наладится не могу с ним найти контакт не могу найти к нему подход никакие уговоры на него не работают просто начинает на ровном месте психовать драться с юрой хотя говорит что юре больно не надо драться он все равно с ним дерется его бьет достает потом получает ответ ходит плачет обижается на всех в общем я не знаю что мне с этим делать но как-нибудь и с этим разберусь если ничего не будет помогать то в конце концов запишусь к психологу знаю одного детского мы как-то с ним к ней ходили с юрой когда ему было три годика один раз просто получить у нее консультацию если что буду ходить чуть психологу с женьком потому что воспитание детей дело нелегкое нужно подходить к этому ответственно если какие-то проблемы возникают нельзя на нее скрывать глаза потому что мало ли чем они потом обернулся в будущем вот так андрюшка тут лежит играется на зеркало смотрит я перед ним вожу зеркальце да сейчас скоро приедут дети из садика пойдем на улице немножко погуляем женек так и продолжил ходить на гимнастику мы продлили еще на месяц абонемент у него получается ему нравится пускай занимается тоже какое-то развитие какое-то дело это в принципе важно не все же только юре ходить куда-то надо и женька определять а потом андрюша куда-нибудь пойдет когда подрастет муженек еще месяц походит посмотрю если все будет у него хорошо будет получаться не будет никакого негативизма в этом плане то так и продолжит ходить если нет то просто заберу его оттуда найдем чего-нибудь другое для него зачем улиточку роняешь комары покусали до на двинных штанах уже гулять комаров много вот и так порвешь сходи штанишки одень домой а то тебя покусают все и и и и